Поэтому для нас что важно? Чтобы мы получили целую цепочку белка, вот какой-то пришел к нам, или нам нужны отдельные аминокислоты? Что вам нужно? Ну я вам рассказываю про что. Аминокислоты это же щепление. Аминокислоты отдельные, потому что наш организм строит только наш индивидуальный белок. Он не может принять тот белок, который пришел. Вот там вы покушали, например, мясо, да? У него схожий белок с нашим человеческим. Но этот белок нам не подходит. Нам нужно взять аминокислоты и построить мой личный, личный мой белок, который мне нужен. Поэтому нам с вами важно иметь эти аминокислоты. Так вот, что же ученые сделали? Давайте мы с вами поговорим об этом. Пусть ваша пища станет вашим лекарством. Скажите мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болен, сказал Гиппократ. В целом деле вы состоите из того, что вы едите. Потому что мы говорим, что энергия получается из питательных веществ. Белки, жиры и углеводы. Витамины, минералы и вода. Ну это в основном, в основной группе вам говорю. Вот какие витамины, какие минералы, какие питательные вещества приходят к вам в организм, из того вы будете состоять. Поэтому качество белка, качество жира и качество углеводов очень важно. Не просто нужно скушать белок любой, а нужно еще съесть тот, который вам нужен. Следующее, что я вам хочу сказать, что ученые всего мира приходят вот к таким вопросам. Что же сделать для того, чтобы наше с вами состояние здоровья улучшилось? Помимо того, что наш мир как бы погряз, можно так сказать, в гиподинамии. То есть обездвижение, потому что двигаются очень мало. У нас нет пространства для движения. Мы очень мало ходим. Наши коллегусы и маршрутки под самые подъезды, лифты. Мы вообще не ходим к соседям, потому что в лучшем случае по телефону поговорили. Даже до трубки телефона не ходим, уже трубки такие, что можно лежать возле кровати. Телевизор даже не встаем, пультики есть. То есть у нас абсолютно мало движений. Если раньше хотя бы стирали, то сейчас стирали машинки. С одной стороны, хорошо, но плохо, потому что теперь от нас каждого требуется, чтобы мы имели движение. Это первое. А во-вторых, пища, которую мы едим и как мы ее едим, об этом мы с вами будем говорить сегодня и завтра на лекции. Когда наш конструктор создавал человечество, он знал, что нам вложить и как. И он нам сказал, ну что нам нужно кушать, что нам нужно пить и как нам вообще нужно поступать. Вы когда покупаете какую-то технику, читаете инструкцию для эксплуатации? Зачем? Чтобы не поломать, да? Чтобы эта вещь, которую вы приобрели, послужила вам дольше. Если вы не прочитаете инструкцию, что-то неправильно сделаете, это приведет к строю ваш механизм. А наш человеческий организм, это механизм или нет? Еще и такой, да? Как он дивно устроен, как там все чудно. Вы только вот про позвоночник слушали, а другие системы органов. И поэтому без правильной инструкции, конечно же, мы будем с вами болеть. А если мы будем с вами болеть, не будем чувствовать радость жизни. А мы для вас хотим подарить эту радость жизни. Да вот, когда наш конструктор нас создал, он нам сказал, что нам нужно кушать. И сказал Бог, вот я дам вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле. И все это дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, селом сиеда будет в пищу. Вот это основа основ. Ну, опять расскажу немножко историю, чтобы мы сами пришли к этому выводу. Еще с древности люди хотели как-то классифицировать продукты питания, разделить ее на какие-то группы. И вот в 1916 году они тоже попытались это сделать. И они определяли, что самая первая главная группа – это мясо, молочные продукты, мясо, рыба, птица. Это самое главное. Ну, скажите, если я вас спрошу, поколение, которым уже за 50 и 50, где находятся белки? На оси. Где находятся кальция? Творобец. Где находится космор? Рыб. Рыб. Правда? Вы знаете это, потому что вся информация вам прожужжала про эту ухо, и вам кушает. И вам никто не сказал, что белки находятся в бобовых. Не говорили вам об этом раньше? Говорили. Это в последнее время. Раньше не говорили, да? Что не говорили? Раньше не говорили. Ну, и даже в обыкновении злаковых есть очень много белков. Так вот, люди привыкли так. Это вот первое, когда такая была вот наша, подделена наша продукта по необходимости, это в 16-м году. Следующий год – это 1943 год, который подтвердили ту же схему. Потом в 56-м году то же самое было подтверждено. Может быть, это было связано с войной. Может быть, это вот с голодом каким-то. Почему так определили? А может быть, потому что, например, белок с животным очень схожим по структуре, по ногам и написано с человеческим белком. Я не знаю, какие причины, почему так ученые тогда приходили, но вот такой вывод был сделан. И это придерживалось много. Вспомните раньше, в больницах что было? Первое, второе, третье, да? Был обязательно рыбный день, было обязательно на утро какое-нибудь молочное или масло. Это было в рационе обязательно, потому что такую вот пирамиду питания разработали. Но пришло такое время, когда наш современный век, особенно это в 80-е годы, когда был резкий всплеск сердечно-сосудистых заболеваний. И люди, и ученые всего мира пришли в ужас. И говорят, что делать? Мир движется к катастрофе. Если так пойдет дальше дело, мы просто все вымрем от сердечно-сосудистых заболеваний других. Оно, кстати, по смертности самое первое распространено. И ученые начали работать над этим вопросом десятилетиями. И вот после длительной, десятилетней работы, в которой было задействовано больше 10 тысяч людей, было разработано так называемая, я вам красиво покажу, пирамида питания. В этой пирамиде питания было устроено, что же человек должен кушать. И ученые пришли к выводу. Для того, чтобы вы были здоровы, вспомните древнюю поговорку. Овощи, да, каша, сила наша, сила наша. А сила это значит энергия наша. И вот мы с вами снова приходим к тому, что я вам зачитывала. Что у нас в основном должно быть в рационе? Самое первое, это злаковые, злаковые, то есть каши, хлеб грубого помола, правильно, да? Каши, фрукты и овощи. Это основа основ любого рациона. А теперь давайте мы посмотрим, почему это важно для наших костей. Какие питательные вещества находятся в фруктах, овощах и в кашах? Скажите мне, что вы знаете. Витамины. Минералы там есть? Есть. Есть. Минералы, да? Что нашему позвоночнику нужно? Нужны ли мы минералы позвоночника? Обязательно. В костях какие больше всего минералы находятся? Фосфор? И кальций. Правильно. Молодцы, запоминаете. То есть они там как бы складовые. Мы говорили, что кости это как складовые минералы. Они нужны там, они там хранятся. И поэтому для того, чтобы было откуда брать витаминные минералы, мы должны кушать правильные продукты, которые содержат вот эти вещества для нашего позвоночника, чтобы он был крепким, чтобы он сохранялся. Дальше, можете, мы сегодня немножечко коснемся пирамидой. Это то, что следующее это орехи. Вот это все, видите? Орехи, молочные продукты. А следующее идет, это жиры различного вида. А самый верхушек пирамиды, это десерты. А теперь давайте вспомним, как при очень таких, знаете, вот знаменательных датах, когда вы хотите порадоваться семьей, но не на каждый день. То есть сладкое каждый день в доме не должно быть. Если у кого-то есть тарелочки, красивые вазочки с конфетками, с печеньками, спрячьте их в дальний тумб, в дальний ящик. Положите туда орехи. Хорошо, вот хорошее предложение. Можно туда орехи положить. Но орехи тоже нужно в норме. Сука, круто. Видите, сколько у вас предложений, молодцы. Вы сразу рационально выслите. Следующее, что я вам хочу сказать, по жирам. Еще несколько слов. А завтра я вам расскажу вот жиры. Вы знаете, их нужно очень-очень мало кушать. Я много смотрела различных передач о жирах. И вот последняя новость, о которой я вам хочу сказать, что ученые приходят к выводу такому, что даже, ну, про животные жиры, очень многие рекомендуют их исключить. Особенно молочные жиры. Вот именно молочный жир приводит и к атеросклерозу, и к остеохондрозу. Именно молочные жиры. Поэтому сливки, сметана, жирный творог, молоко цельное. Это не то, что вам нужно употреблять. Если вы уж хотите кушать молочные продукты, это обезжиренный творог, обезжиренное молоко, которое вы можете делать кефир себе для употребления. Я понимаю, что это не так вкусно, но зато это полезно. А мы можем приучиться к любому блюду. А то, что оно нам вкусно, это потому, что мы так привыкли. Другая привычка, другие будут вкусы. Это про жиры. И вот научные исследовательские данные последние говорят о том, что в жире должно быть чайная ложка в сутки растительного масла. Посчитайте, что такое чайная ложка. Это капелька по сравнению с тем, что мы кушаем даже растительных масел. Поэтому, если вы будете уменьшать количество жира, это вам не повредит. Это я вам вкратце по... А почему я вам завтра расскажу, почему так, когда буду рассказывать дальнейшую лекцию. Ну, конечно же, даже мясо, молочные продукты и бобовые, они должны быть не каждый день, да? Ну, бобовые немножко не так, а вот мясо, молочные продукты, они не должны быть каждый день. Яйца, мясо, молоко. Они должны быть иногда изредка. Там один-два раза в неделю, не больше. Что? На праздник, да. Как будто раньше. Раньше всегда питались овощи и каши. В печи натушат кашу. Кстати, это самое правильное приготовление, варить кашу три часа. Натушат кашу, какие-нибудь овощи истушили в казане, и все здоровые. Ну, это так, я вам немножко вкратце сегодня рассказала, чтобы вы только познакомились с пирамидой питания, которая учеными была восстановлена в 1992 году. Она представлена была ученым миром перед нами. А в 2001 году она была только, можно сказать, укомплектована и представлена вот в таком виде, в котором вы его видите. Поэтому это только недавние разработки. Сейчас хочу вам сказать, что в 2010 году вот эта вот программа, о которой мы будем вам рассказывать о восьми законах здоровья, дальше на наших лекциях, она утверждена как самая лучшая профилактическая и лечебная программа во всем мире. Всеверная организация здравоохранения приняла ее как лучше. Теперь идет разработка. Ну, вы знаете, что пока она к нам дойдет, то мы можем уже и умереть, да? Время пройдет десятилетие, у нас так доходит это. Поэтому берите, пока оно еще есть, свежее, чтобы вы могли это уже применять в своей жизни. Спасибо вам большое за услышанное. Но это еще не все. На этом наша лекция не заканчивается. Я хочу вас попросить, смогли бы вы мне пообещать за эту неделю сделать те упражнения, которые я вам показывала, про самую мануальную терапию. Некоторые, помните, никто не помнит, это не беда. Мы вам дадим листочек, где они напечатаны. Если листочек будет у вас с упражнениями, кто поднимет руку, что сделает и его каждый день на протяжении следующей недели. Подойдите побольше, смелее. Это самое хорошее решение, которое вы можете принять. К сожалению, третья часть зала не подняла руку. К сожалению. Но вы честны, те, кто еще не поднял руку, значит, еще не все лекции прослушали. Они, наверное, первый раз. Кто посмотрел, что такое остеохондроз, грыжа, наверное, у вас это хороший стимул для того, чтобы принимать правильные решения. Сейчас мы с вами снова продолжим нашу тему. Открывайте свои блокнотики, и мы будем с вами писать новые упражнения. Это уже упражнения для грудного отдела позвоночника. Пожалуйста, попрошу нашу помощницу. Она будет вам показывать. Я вам в нее... Вы посмотрите. И тут же мы потом сразу ее все запишем. Поэтому вы сначала посмотрите. Я буду вам потом пиктовать, а вы будете дальше делать. Вспомним первое упражнение. Это все упражнения будут для грудного отдела позвоночника. Это самомуануальная терапия. Люди, которые страдают остеохондрозами, грыжами и другими проблемами позвоночника, смело могут делать это упражнение, потому что они разработаны в знаменитых клиниках. И нам их даны для того, чтобы мы правильно делали. Если вы делаете их сами и правильно, они абсолютно безопасны. Начинаем с первого упражнения. Исходное положение сидя на кушетке, руки в сторону. Теперь при вдохе мы сводим лопаточки и задерживаем их на 7-8 секунд. Делать это упражнение вы можете сделать. Сели ровно, сводите лопаточки и задержали на выдохе. Вы сходное положение не ходите. Так и стоите, ручки так. Следующий вдох. Вы снова еще больше сходите лопатки. И задерживаете на 7-8 секунд. А потом выдых. Теперь выдыхаете. Лопатки стоят там же. Ничего не изменяете. Просто еще дальше их подвигаете. Опять на вдохе вы еще больше сжимаете лопатки. Оно с каждым вдохом вас и выдохом все больше и больше. И так вы делаете до 7 раз. Ну кто может 5, кто может 7. Все больше постарайтесь и ручки сзади свести вместе. Но это вы будете стараться, да? Хорошо. Теперь пишем это упражнение. Исходное положение. Букву И и П. Поставьте исходное положение. Сидя на кушетке, руки немного в стороны. Пишите. Исходное положение сидя на кушетке или на стульчике. Ручки немножко в сторону. Написали? На вдохе. Максимально прогибаясь, сводим лопатки и удерживаем 7-8 секунд. На вдохе. Сверли лопатки и удерживаем их 7-8 секунд. Держите. Если не пишите, держите лопаточки. Вы почувствовали, когда вы делали эти упражнения, что вам там запекло между лопатками? И чем больше вы их разводите, тем больше вас жжение. А когда вы отпустили, почувствовали, какое тепло пошло сразу по позвоночнику? А если вы сделаете 10 повторений? Представьте себе, какое у вас уже сразу будет кровообращение. Видите, уже даже нас раздеваются после только одного движения. Хорошо. Продолжаем дальше. На выдохе расслабляемся, оставляя лопатки в том же положении. На выдохе расслабляемся, оставляя лопатки в том же положении. И они как бы дальше проходят. Теперь снова вдох. 7-8 секунд задержка дыхания. На выдохе опять расслабляемся и лопатки продвигаем дальше. Мы помним, я вам первый раз говорила, что когда мы делаем упражнения на выдохе, мышцы растягиваются. Таким образом мы можем сделать хорошую растяжку. Мы это все делаем до максимума. Сколько вы можете выдержать. Вот сколько вы можете назад руки завести, сколько мы и делаем эти упражнения. И делаем таких 5-7 повторений. Мало того, что мы вот по этапу разводим, разводим, еще 5-7. Если вы сделаете их 10, я думаю, никто не обидится. И вы в первую очередь. Но это минимум, что мы можем сделать. Сразу себя не загружайте. Начинайте с 3-4. Помните постепенно, как мы все делаем? И в воду так, и будем все постепенно делать. Сразу не надо. Вот как говорят, что так пошел, не молился, не надо тоже и лбом прошить. Так не надо. Немножко сразу усердствовать. Следующее упражнение второго. Сначала смотрим, потом будем записывать. Это, опять же, это уже идет укрепление мышц грудного отдела позвоночника. Колено-локтевое. Исходное положение это колени-локти. Становимся на коленки и на локти. Сбирайся. Прямые коленки, локти. Вот это исходное положение. Вот колени и локти находятся на одной линии. Коленки немножечко расстанлены. На вдохе мы максимально сгибаемся, стараемся додвинуться до груди. Максимально сгибаемся, стараемся наклониться до груди. В этом положении очень хорошо растягивается позвоночник. Представляете себе, как в межпозвонковые диски снимаются болевые ощущения. Потому это называется самомануальная терапия. Здесь очень хорошая... Стой, стой. Тебе полезно. Это на этом планке. Я думаю, всем мне полезно в таком положении стать растягиваться между позвоночниками. И вы сделаете только столько, сколько вы сможете. Больше боли своей вы же не сможете сделать. На выдохе мы максимально сгибаемся, стараемся додвинуться до груди. На выдохе прогибались, расслабляемся, помогая себе головой. Разгибайся и голову прогибай. Вот. Молодец. Теперь давайте запишем. А ты еще раз делай. Кто кубень пишет, он смотрит. А мы с вами делаем. Значит, исходное положение это колено локтевое. Становимся, значит, клинки на колени и на локти. Клинки немножечко разведены. Ну, не вместе ножки, а так, расставка чуть-чуть. То есть опираемся на локти и на коленки. Ну, да. Написали? На вдохе мы максимально сгибаемся. Максимально сгибаемся, стараясь дотянуться до груди. Согнись, пожалуйста. Максимально. Стараясь дотянуться до груди. Мы помним, что мы делаем все упражнения медленно, без рывков, без никаких резких движений. На выдохе прогибаясь, расслабляемся, помогая себе головой. То есть голову вверх поднимаем и расслабляем. Прогибаемся так в поясничке, чтобы вам стало легче. Три-пять повторений. Хорошо. Спасибо. Следующее упражнение. Снова стоя на коленках, только уже на прямых руках. Правую руку мы положили на поясницу тыльной стороной. Максимально поворачиваясь справа, делаем толкательные движения. Десять. То есть толкательные движения. Столько, сколько вам позволяют болевые ощущения. То есть вы как бы скручивали. Такое делаете сами. Сколько вам позволяет. Десять раз. Затем прям толкательные. Десять толкательных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять. Теперь другую умочку поменяй. И снова делаем несколько, десять толкательных движений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь снова ручку поменяй. Это все будет одно упражнение. Снова ручку. Ну, это молодая, поэтому мне так красиво получается. Но я думаю, у вас тоже так же получится. Мы бы дома попробовали. Теперь, это дальше продолжается упражнение. Вы сгибаетесь. После этого на вдохе делаем, как бы выгибаемся, как кошечку. Делаем кошечку. Это все одно упражнение. Ручки пока ближе немножко. Вот пряменько. Кошечку делаем, да. Так. На выдохе разгибаемся. Вот это вот одно. И таких повторений мы делаем с вами три-пять. То есть два раза в одну сторону, два раза в другую. Кошечка и прогибаемся. Это одно упражнение. Теперь давайте его запишем. Отдохнивая хорошая. Если устала. Если нет, продолжай. Это мобилизация грудного отдела позвоночника. Исходное положение, стоя на коленях и прямых руках. Пишите. Прямых руках и на коленях. Протую руку мы положили на поясницу другой стороной. Вот таким образом мы положили ручку. Максимально поворачиваясь справа, делаем толкательные движения. Записывайте, потому что не запомните и не сможете сделать. Они очень хороши, это упражнение. Десять раз. Затем другую руку меняем. После того, как мы сделали это два раза, делаем кошечку. Я думаю, вам кошечка будет понятна, да? И прогиб. На вдохе кошечка, на выдохе прогиб. Упражнение повторяем 3-5 раз. Обязательно вечером придете сейчас в программу, сделайте эти упражнения. Следующее упражнение, четвертое, пишем. Ну, давай сделаем. Сидя на коленях, головой упираемся в кушетку. Это упражнение вам еще и вообще понравится. Садись на коленки. Головой упираемся в кушетке, руки вдоль туловища. Вот такое упражнение. При вдохе голову подтягиваем коленем и максимально прогибаем спину. Голову коленем прогибай спину. Вы чуть-чуть поднимите и прогибайте. Ух ты. Вот так. Голову. Вы поломаете. Видите? При таком положении, как растягивается ваше... И каждое упражнение будет растягивать свои отделы позвоночника. Прогибаемся. Да? И удерживаем несколько сингтон. На выдохе расслабляемся. Повторяем это упражнение 3-5 раз. Сейчас мы запишем. Давайте. Видите? Сели на коленки. Ручки вдоль туловища. Головой подтягиваем голову коленем. У вас не всегда так получится головой, да? Не егод. Да, у нее как-то получается, да? Но вы будете максимально защитить голову коленем. Подтягивать спинку будете прогибать. Помнишь? Это прям идеально. Хорошо. Давайте запишем это упражнение. Сидя на коленях, головой упираемся в бушетку. Руки вдоль тела. Это исходное положение. Голову подтягиваем коленем и максимально прогибаем спину. Удерживаемся. Несколько секунд задерживаемся в этом положении. Подтягиваем коленем. Повторяем 3-5 раз. И последнее упражнение на сегодня. Садись на кушеточку. Ручка на левая рука на противоположном бедре. Правая рука за головой. И на вдохе разворачиваемся вправо максимально. На вдохе мы проводим головой. Ну как бы голову помогаем. Вы расслабились. На выдохе расслабились. Но остаемся в этом же положении. Вопрос. Можно по ходу? А если на стуле сидишь и ноги на полу не проходят? Ну пройдет, но лучше так. Чтобы ноги висели, да. Лучше, чтобы висели, чтобы расслабились. А если нет, пусть стоит. Пойдем. Подожди, Марсана. До стола сидит. Теперь давай еще раз. Смотрите, ручка на противоположном бедре. Другая рука за головой. И ты прогибаешься в ту сторону, где ручка у тебя лежит. На том бедре. Теперь на вдохе прогнулась. На выдохе расслабилась. Но назад не возвращаешься. Так же сидишь. Снова вдох. И еще больше поворачиваешься. Сколько можешь. Выдох. Расслабилась. Еще дальше подвинусь. Опять вдох. И еще больше расслабились. Кладку очень хорошо раскручивается. Чувствуете, как уже идут, да? Отлично. Хорошо, что вы уже чуть-чуть оценили эти упражнения. Давайте запишем. Давайте запишем это упражнение. Исходное положение. Левая рука на противоположном бедре. Кто не пишет, смотрите внимательно, чтобы вы запоминали. Правая за головой. Затем, максимально разворачивая справа, наклоняемся. На вдохе мы слегка дарим головой на ладонь. На вдохе слегка дарим головой на ладонь. На выдохе остаемся в том же положении. Снова вдох. Снова поворачиваемся. Дарим слегка головой на ладонь. И так несколько раз. Три, четыре, пять. Сколько у кого получится. Чтобы у вас такую скруточку делать. Хорошо? В другую сторону. Написали? На выдохе поворачиваемся еще больше. И так, сколько позволяет, сколько вы можете до болевых ощущений. Три, пять повторений. Да, вы молодцы делаете. Вы делаете хотя бы, чтобы вы запомнили движение. Не только смотреть. Это упражнение вы можете сделать все. А давайте мы это упражнение все вместе сделаем. А когда вы сидите скучаете. Положите руку на левую руку на бедро противоположную. Правую ручку за головой. Вы должны почувствовать, что мы делаем. Да? Теперь на вдохе мы поворачиваемся в ту сторону, где ваша рука на бедре. Разворачиваемся. И головой давим на луку. Напрягаем мышцы. И тянетесь медленно, плавно, без рук. Растянулись. И замерли. На выдохе замерли. Да? Теперь снова вдох. И еще больше разворачиваемся. Делайте скручечку такую. О, уже ой пошли. Давайте еще раз. Опять выдох. И еще дальше. Давайте в другую сторону. Обвините, да, как раз, сколько вы можете. Не делайте резких движений. Медленно и плавно разворачиваться. Не забывайте, что это упражнение для поврежденного позвоночника. Да? Теперь в другую сторону выравнившись. Теперь ручку на другое бедро. Ручка другая за головой. Вдох. Давим головой на ладонь и поворачиваемся. Разворачивайтесь в другую сторону. Выдох. Не изменяйте положение. Снова вдох. И дальше еще разворачиваемся. Еще. Теперь выдох. Поворачиваемся еще. На вдохе еще больше разворачиваемся. Чувствуете, как у вас там печет позвоночник? Печет у всех? Хорошо. Молодцы, спасибо. А теперь, когда вы сейчас расстабитесь, почувствуете прям тепло по позвоночнику. Если у вас есть тепло по позвоночнику, это пошла кровь. К тем местам застоянных. И уже идет питание наших тел позвонков. Хорошо. Спасибо вам большое за внимание. Еще больше я буду благодарить, если вы дома все это честно сделаете. По несколько раз. Каждый день. Можно два раза в день. Это вам не помешает. В следующей встрече мы будем с вами говорить дальше о дегеративных заболеваниях. Это кифозия и лордозия. Повторим еще сколиоз некоторые моменты. Спасибо.